Всем привет! Скоро Новый год, все будут бабахать шампанским, а многие будут делать салюты. У кого-то они покупные, а кто-то делает и самодельные. Я всегда любил бабахать на Новый год, да и не только на Новый год. И вот я решил вам показать, как сделать, очень даже запросто и очень недорого, самую настоящую римскую свечу. Это такой фонтанчик, который горит, и из него вверх вылетают искорки. Вроде миниатюрного салюта. Для того, чтобы сделать римскую свечу, нам нужен всего лишь один коробок спичек. С помощью пассатиж я освободил спички от серы. Спички мне, конечно, не понадобятся. И сделал целую кучу очень хорошего горючего вещества на основе бертолетовой соли. А затем я добавил немножко магниевого сплава. У меня нет чистого магния, с ним было бы гораздо веселее и интереснее. У меня есть сплав алюминия и магния. С помощью напильника я накрошил небольшую кучу вот этих вот металлических опилок, которые затем смешал со спичечной серой. Смешивать надо аккуратно, чтобы все перемешалось как можно лучше. Дело в том, что при горении бертолетовой соли выделяется очень много кислорода, и происходят эдакие микровзрывы. Кислород окисляет магний и алюминий, и вот эти вот микровзрывы выталкивают все это дело из импровизированной римской свечи. И в воздухе это все сверкает искрами. Для того, чтобы римская свеча держала свою форму, я использовал кусочек обыкновенной бумаги для записи. Я намотал его на отвертку и сделал бумажную трубку. Чтобы трубка сразу не прогорела, я использовал не один, а пару таких листочков. Этого вполне достаточно, чтобы у вас получилась миниатюрная римская свеча. И при этом вы не сильно заморачивались. Кончик моей бумажной трубки прямо на отвертке я загнул пальцами, а чтобы он не разгибался, я закрепил его изолентой. Думаю, такой способ крепления знаком каждому и доступен всем. Можно использовать нитки, фольгу, скотч, разницы нет. Просто закрепите кончик трубки так, чтобы ваше горючее вещество из нее не высыпалось. Когда вы подготовили трубочку, надо заполнить ее горючей смесью. Для удобства я использую согнутый листочек все той же бумаги для записи. Можно сделать воронку, но это ни к чему. Я пересыпал горючую смесь на согнутый листочек и затем аккуратно, регулярно притрамбовывая постукиванием, я пересыпал горючую смесь в мою импровизированную трубочку. Можно использовать металлическую трубку и тогда римская свеча у вас будет многоразового использования. Но смесь все равно придется готовить каждый раз. Так почему бы не сделать одноразовую свечу? Когда трубочка заполняется, по мере заполнения надо постукивать ее, либо трамбовать спичкой. Что вам удобнее? Мне было удобнее просто постучать по столу. Заполнив трубку, я немножечко прижал горючую смесь спичечной головкой и слегка завальцевал бумажную трубку, чтобы смесь нечаянно не высыпалась. Итак, мои римские свечи готовы к испытаниям. В качестве основания я использовал все тот же спичечный коробок, спички которого пошли на горючую смесь. Давайте подожгем и посмотрим, как эта римская свеча будет гореть. Вполне неплохой фонтан. Почти как покупная. Конечно, горит она не долго. Да и изготавливал я ее тоже не так уж долго. А по затратам она превосходит любые покупные свечи. А выглядит вполне прилично. Остаток смеси я решил сжечь просто в бумаге. Горит он хорошо, но так как трубочка слишком маленькая, искры из нее практически не вылетают. А теперь посмотрим римскую свечку еще раз. Вот такой красивый новогодний салют. Всех с наступающим. А на этом все. Пока. До встречи в новом году. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok